Кузнецов, Олодя! Нужен как мужчина! У нас будут выступающие, а вы вот так амфигатором наблюдаем, встаете на полукругу. Если нас будет больше, мы будем спускаться туда вниз, в отклоны, чтобы всем было видно и сочнее. Друзья, уважаемые зрители, канал ТВС начинается еще не прямом эфире. В Петербурге сегодня общегородской социальный сход. В основном наградозащитные темы, защита парков, защита города Петербурга от разрушения, защита от уничтожения памятников исторических, защита озер, защита природы и так далее. Вот здесь в парке Малиновка, это на Ржевске, собираются граждане, собираются из разных районов города, где есть проблемы. И будут представлять свои проекты, свои какие-то темы. И будут о них рассказывать. Акция будет проходить примерно 2-3 часа. Все это время на Ржевске транспорта. В этом году, как распорядитель, председатель, председатель районной администрации сейчас начнет, может, как скажет о наших целях, задачах. А я, как распорядитель Козлов Евгений Александрович, расскажу о том регламенте, о том сценарии, о том, что просовел в Ржевском комитете. Всем приятно. Я так знал. 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 – Здоровая от хорошей погоды, это нам очень здорово помогает. И очень хотелось бы чтобы сегодня те, кто пришли не отволчались, а высказали своё мнение. Если нет проблемы, то хотя бы почему-то сюда пришли, да? Выступить будет по основному указу, кто на это будет причин давать. И задача наша заключается в том, чтобы по тем проблемам, по которым сгруппировались инициативные группы, из разных точек города, на одной проблеме, во время сгруппироваться и сгруппироваться, потому что прохождение этого пути проходит по разному и разные стадии. Кто-то вышел на судьбу и выиграл, кто-то вышел на судьбу, но еще не добился результата. И даже если получен отрицательный результат, это еще не конец света и есть опыт, как продолжать дальше свою борьбу за свои права. Я думаю, что тут подрезки, это было не только сгруппирование, а мы выработали резолюцию, да, и сгруппирование. Привет! Ну, это так начало, это разогрев. Что у вас здесь? Да. 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 Мы будем слушать вас. Будем фиксировать, а потом мы назначим какое-то время какое-то, где мы это дело, которое не будем предоставить. Потому что... Самое главное, это образованный чинист, который сегодня нужно управлять. Почему мы здесь сегодня в Малиновке? Потому что это тот вопрос, который произошел практически всем законам определенной стадии. И жители ближайших домов на общественном услуге очень хорошо организовали и показали свое мнение. Нет, нет, нет. Нет, не, нет. Нет, не, нет, нет. Не, это шутки. Почему мы здесь работали здесь? Тут он! У него есть россиян, люди, и они, и люди считают на этой земле, это не только считая специалистами, это не за недостатки. Это то, что касается по отношению к тому, что, скажем, по отношению к стране, потому что это сегодня очень важный момент. Я хочу сказать, что сегодня подобные мероприятия в рамках террористской акции сопротивления социальному террору проходят в разных городах России. И сегодня не только мы с ним говорим, об этом говорят, что мы с ним говорим, об этом говорят в рамках террористской акции. Теперь к организации нашего мероприятия. Вы, наверное, уже поняли, что заявители, организаторы, родители, мы на основе движения бикета социальной полигарности. Это мощный фактор воздействия на власти, на чиновника, на застройщиках и на работодателях. Мы решили создать площадку. Площадку для обмена локов, для того, чтобы встретиться с тем, кто уже давно не встречался из разных районов. Но, естественно, у нас есть злободневные темы. Ведь злободневные темы – это защита фарка Малиновки, потому что кроме вот этой церкви, которая, кстати, незаконно стоит на этой территории, как мыслили акции. Здесь, когда-то большой храм подстроится, и эти поправки внесены в генплат, 4 гектара земли. Фактически это уничтожение фарка. Вот у нас ближайшая цель – помочь, хотя там, наверное, особо помощи не нуждаются. Инициативные русские жители окружающих домов, которые борются на АЭБ-фарке. Эта тема актуализирована из-за тем, что в четверг, в пятницу, а потом в понедельник, в пюрник, в год проходили публичные слушания по генеральному плану, по директоровски генплату. И мы здесь тоже собрались для того, чтобы обменяться опытом тех, кто уже участвовал, и тех, кто еще первый раз собирается участвовать, и кто придет в понедельник, в пюрник. Как нам в этих ситуациях, в этой ситуации воздействовать на этих слушаниях на городские власти? Ну, у нас есть представители различных в течение движения и групп, и мы, конечно, ничего так особо жестко не планируем, но мы предполагаем. Я считаю, что это была великолепная победа, пусть не окончательно, но победа. У нас в районной администрации, за теми, кто отстаивает строительство. Такое эмоциональное, там-то я получил большое ободушевление, но я понял, что жители наших, то есть в этой квалификации, выше всех чиновников ГИГАС, всех чиновников районной администрации. Когда они рассуждают о правиле, насчет транспортной развязки, говорят как специалисты, я думаю, что они спорят уже со своей. Здесь нужна не только логика факта, но и сила вот этого общественного давления, для чего мы проводим. Так вот, мы планируем три секции после окончания, вот, игру общей чайки. И мы думали, что мы и воспринимали, что в этих двух сходах, двух сетях, можно было здесь, общаться, выступать, если будут такие желающие. Сейчас, наконец-то, две секции можно разложить, вот, на пологой части зеленой, часть этой сходы. То есть первая секция, я бы сказал, о защите зеленых насаждений. Планировалось, что модератор, он будет смотреть, что он знает, это защитник удельного парка. К сожалению, он по семейным обстоятельствам не мог прийти. Но если, вот, на реальном сфере, ну, или кто-то, и все, заточек сплагодарировать эту секцию. Потом, знаете, если тут есть аппарат, да, у нас есть проблема со сферами, там, как и все, 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 и все. Это у меня левый стройчик, и тут наступить опасное расположение. Я в нашу раздам подкосновленные газеты, которые нужно, чтобы не выпросить, а прочитать. После окончания москвы, да. Второй темой будет это обмен опытом участия в срочных по Генплану. Кто именно этой темой должен иметь свойство. Я им предлагаю рядом сесть, поскольку эта тема взаимосвязана. Зачите, взаимосвязанность. Третья у нас тема. Это, да, по Генплану я в Москве буду мотивировать, если здесь будут желающие обсуждать. Третья тема, это защита от камера в боях, как и в Сурик-4, в том числе, 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 в том числе. И мы, здесь я вижу, вы говорите, защитники России, Сейтазар. Есть защитники парка Александр-Дрено, хотя здесь защитника и парка, с тема, где мы, там, либо реновавшие одновременно, и делены на шкур, и памятник. В общем, третья тема, если будут желающие, ее модератами, модератами мы попросили, другой члену Дердьеву Малышеву и Николая Лавресева, они могут съесть вот на внутренней свои правила. И четвертая тема, это жизнь, это тема, это тема, Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова 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 Корректор 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 А.Кулакова А я понял, что нас не слышно, да? Очень не слышно. А нам заходили в полном учреждении. Тамара Борисовна, медослом есть? Тамара Борисовна, нет? Ладно, давайте подойдем, нас не так много, чтобы... Дайте, пожалуйста, Иван. Не докойся, не подойдите. Пожалуйста, подойдемте. В общем, Лес Техническая Академия в 2013 году со словом, как мне позвонил директор, он загрузился для мамы, он 40 лет, почти был директором, он выпускник Лес Технической Академии. И он бы сказал мне, ну что, говорит, а мы в 2011 году боролись против застройки леса коттеджами. Вы, можно слышали, что вы это сказали? И отстояли, а за этим Москва стояла. Минеральный директор федерального фонда под действием Лес Технической Академии. Ну и представьте, Лес Технической Академии. И вот он мне звонил, он мне помогал, и когда он особо помогал, его убрали. Спасибо за просмотр. Субтитры делал DimaTorzok Продолжение следует... 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 с бездушием и с интересами тех людей, которые считают себя хозяевами флота. Что представляет сегодня городская власть? Давайте скажем честно, это власть крупных корпораций, первое, строительных и банков, которая полностью приватизировала городское управление. Кто у нас в правительстве Санкт-Петербурга? Если почитать географию всех этих лицегубернаторов, то мы увидим, что это ставленники большого бизнеса. Есть такая корпорация ЛСС, очень могущественная, в нашем городе, которая стоит за многими скандальными проектами, с которыми сражаются гражданские. Так вот, в руководстве этой корпорации несколько бывших вице-губернаторов, несколько сенаторов. Очень хорошо у нас комплектуется Совет Федерации. Раньше Молчанов, нынешний глава ЛСС, строительной компании, сидел в Совете Федерации после Санкт-Петербурга. А сейчас он обратно вернулся на свое, к этому руководителю и собственника ЛСС, а его место занял другой менеджер ЛСС. То есть фактически мы видим, что те люди, которым принадлежит земля, принадлежит цемент, строим материалы, строительные компании, эти люди рассматривают город как свой собственный. А мы все жители города, с точки зрения тех, кто этим городом руководит, это просто постояльцы ночлежки, голос которых ничего не значит. Эту ситуацию нужно менять. Я знаю, что многие социальные активисты сторонятся политике. Это правильно, потому что многие политические силы пытаются просто сделать дешевый пиар на эти социальные проблемы. Но от разговора о политике мы не уйдем, потому что пока сохраняется... Далеко не будем. Да, далеко не будем. Пока сохраняется эта система, когда большой бизнес, люди, которые заинтересованы только свои специалисты, лоббируют и напрямую определяют выгодные законы и решения, а кардинальным образом не поменяется ничего в нашем городе. Поэтому я считаю, что решения, связанные с застройкой, с землепользованием, со строительством, должны приниматься местными жителями. Нам нужны действительно честные и демократичные выборы, в том числе выборы администрации района. Я считаю так. Если у нас на территории, может, пожалуйста, подождите полицию. Мы будем снижать центр, который по местному времени не хотели вчера сказать утром. Вон там, пожалуйста. Мы должны снижать первые люди. Там близкие. А чего ты жди? Нет, нет, нет. Нет, нет, нет. Нет, нет, нет. Все остальное. Вы можете сказать? А парк Малиновка, пускай отстаньте. Можно я закончу? Давайте попали. Одевайте шлены, сделайте по-другому. Друзья, парк Малиновка, безусловно, как бы не только сновения. Я прошу вас уже не перебивать, потому что мы довольно сложные. Я скоро закончу. Я считаю, что решения, которые связаны с застройкой парков, с строительством и так далее, должны приниматься местными жителями. На рейтинендумах, по-прежнкам выборов настоящих и демократичных органов власти. Я считаю, что депутаты, что граждане должны пользоваться правом отзыва депутатов, которые не оправдали доверия. Я считаю, что те корпорации, которые сейчас, вершат власть в нашем городе, должны быть реализированы и поставлены под контроль государства. За это тоже необходимо бороться. Да, это политика, да, это вопрос, связанный с системой власти в нашей стране. Но я считаю, что этот вопрос непосредственно рядом с тем, что происходит у нас на местах, и с теми локальными конфликтами, которые мы пытаемся решить. Спасибо. И мы переходим к теми локальными конфликтами. Спасибо, Иван. Я предоставляю слово защитникам Паравчевский казарм, Анна Дудникова. Они сбросли в нее, и через Судыричи, и другопашные застройщики. Вот эту тиму, я бы сказал, выжили, но пытается сейчас через тот фильм фирма оштрафовать, то есть возвестить ущерб на сумму 1 миллион 250 тысяч рублей. Слово Анне Дудниковой. Пожалуйста. Значит, я хотела осветить вот какой аспект борьбы на сохранение исторического центра. Всем понятно, что кто в историческом центре Петербурга это у инвеста найти историческому облику Петербурга. Но я не хочу, пожалуйста, если вы выступаете, это не самый аспект, потому что любое новое старинное, что жилое, не леевое, не леевое, но любое злое, сейчас они видят в сейсетском на сайтах на акценте, это, в принципе, всего лишь худшение условий жизни людей, которые живут в домах в соответствии с этими новостройками. Самое меньшее, чем это грозит людям, это то, что на порядок увеличивается количество машин на узких городских улицах. Дворы превращаются вместо больших зеленых в колодки. Даже в центре еще есть зеленые дворы, но, как правило, вообще в них пытаются сейчас строить какие-то новые здания. Значит, ухудшение условий жизни и с этой точки зрения это минимальное. Но, как правило, новое строительство в центре чревато гораздо более серьезными последствиями для жителей окружающих домов. Мы это видели на истории с подстройкой Согмана, когда должны были снести один дом, как карточные домики посыпались по принципу домино, посыпались соседние. Жители из этих домов, понятно, что расстеляются не оттуда в центре, они уезжают кто в Полкино, в лучшем случае, кто вообще куда-нибудь. То есть застройка в центре не настолько безобидная с точки зрения жизни людей, там, мероприятия, как пытаются представить наши инвесторы. Но бороться с этим, как показывает практика, можно. У нас тоже были люди, которые с самого начала говорили, что уже решено, застройщиком стоят большие люди, ничего изменить нельзя. Как выяснилось, изменить можно. Несмотря на то, что из 250 квартир, которые есть в нашем квартале, активно на улицу выходили протестовать, но от силы 10, жители, может быть, 10 квартир, тем не менее, нам вот уже в течение года удается срывать планы застройщика по уплотнительной застройке нашего квартала. Мы остановили стройку физически на улице, мы выиграли большое количество судов, и мы надеемся, что нам все-таки удастся с этим справиться. И я хочу обратиться ко всем остальным людям. Не думайте, что все, если все решено, если выдано разрешение на строительство, у нас оно было выдано, то значит, все решено. Бороться нужно и можно. И можно побеждать в эти большие. Спасибо, Аня. Слово предоставляется инициативная группа, которая защищает Александринов от фирмы-застройщика Воин. Наталья Баланюк, заявительница в Герпомном даже, в виде, по-моему, да? В Герпомном нет. В Герпомном нет. В Герпомном, я заявитель Николая, мы только в Герпомске спариваем разрешение на строительство и градостроительные планы компании ВОНБО, как бы ухудшение нашей жилищной культуры в квартале Сиянка, в квартале Реновации. Дело в том, что данная компания уже построила дома и не выполнила свои обязательства в использовании новых домов. Потише, пожалуйста! Все хочет побеседовать, я сказал. Вниз под фоном общайтесь. Что, чтобы Анна Дудникова защитник Ракетский с радаром относится буквально по всему городу. Если мы сами не будем сопротивляться, если мы не будем приходить на митинги, если мы не будем писать и обращаться в органы власти, к тому же деприненту, к которому надо постоянно, к каждому, кто видит в своем доме, рядом со своим домом, незаконные застройки. У нас в городе много специалистов, много строителей, много профильных специалистов, которые мы все видим, что происходит. Происходит незаконно. Власти, мы уже знакомы, по всему месту, в моем фасаде, вот эти вот, компания воин, компания из новатых стоят, на расстоянии 5 метров, 5 метров, от опыта, и сухих домов. 18 метров, 18 метров дома. Нету никаких гарантий, что кто-то был переселен в эти дома. Это грубейшее нарушение на сегодняшний день с градостроительного входа, с градостроительным входом. Я, как инженер-строитель, могу вам сказать, что я лично звонила в экспертизу на строительство в Москву, в работе экспертизу, и мне подтвердили, что бытовые разрывы между существующими домами и между существующими и строящими 20 метров. 20 метров бытовые разрывы на основании снипа градостроительства. Это обязательные нормы в применении. Власти эти нормы не соблюдают, они их прекрасно знают, но они их игнорируют, игнорируют вообще все, что можно. Про парковочные места, про отделенение, дома вводят в эксплуатацию и не обеспечиваются ничем абсолютно. Это все ложится на наши социальные объекты, на школы, детские сады, поликлиники. И если мы действительно сами, каждый, каждый из нас не начнет запротивляться, ребята, мы погибнем. Мы просто задохнемся в среде этих домов. У нас нету, нам застройки на Веновской, парк Александрино и все, что возможно. Вчера я вот лично была на сушене генерального плана в Керском районе. Действительно, кроме того, что можно заменить самому, рассматривая картинки, более информативно кто-то заметил одно, кто-то другой. Потом все пришли, даже приедали своими наблюдениями. Обязательно надо каждому отрицать все крупные нарушения в генеральном плане города, которые каждый занятел в своем доме. Никто, живя в другом районе, не знает тех проблем, и той ситуации, в которой у каждого у дома существует. Завтра застроим во мне все. Просто буквально. У нас, наши здания нацелены на то, чтобы отходить всю максимальную территорию на 100%. В нашем портале достраиваются даже дороги, внутрепортальные проезды. Ребята, давайте бороться, давайте все, как-то причастны в это дело, с элитистами, с элитистами. Надо сопротивляться, иначе мы все погибли. Спасибо, Натальяна. Манюха-то была... Я хочу предоставить слово женщине, которая у тебя представит сама. Просьба немножко сократить иглами, что у нас прямо в подходе желающие признать. Это самое, прекратите разговаривать. Во-первых, я пожилой человек, мне трудно говорить. Я житель Злокального Ленинграда, корреспондент газеты Арсеньевские вести. Во-первых, я хочу сказать, есть санаторий Петродворец, который был с 1926 года как дом отдыха. Лечились люди. Как говорят, фаршивые советские религиозные и писарские конюшни не под фарфом, не под консомол, а лечились люди. Теперь целый год его обанкротили. Два директора, остальные власти помогли обанкротить. И это здание все оттуда вынесли. И ванны, и сули, и столы, и даже выкорчевали фонтанчик, который был в центре. Здание пустое. Никто, не богатый, никто, никто пока не хочет взять, ничего там делать. Но последние Аристархов, замминистра прокуратуры, этого фашиста Мединского, значит, хотели сделать школу верховой езды, конюшни. И это в 21 веке, когда рядом большая трасса и так далее. А мы с вами за лошадьми Путина, Недведева, там будут стоять не тысячи лошадей, будем ходить ледерочком и совочком. Затем, далее, огромное количество просьберующих церквей, мечетей, часовин. Это очень страшно, очень опасно и для детей, и для нас, и для всех. Немножко повернулось не в ту сторону, воспитание и прочее. Затем, уже начали копать и строить арку Победы около Градного села. В эскурсе дело, что на центральной улице Красного села за один день на дня погибло 8 человек, а народ Красного села требовал расширить эту улицу Ленина и строить объездной путь. До сих пор это не сделано, а будут строить дарку Победы. Еще не все ветераны получили квартиру. Горят деревянные диспансеры психиатрические, в которых умирают люди, вместо того, чтобы на деньги построить каменные. Внуки и правнуки этих ветеранов войны не могут поступить в детский сад, потому что детские садики или приватизировали, или не строят новые детские на то, как. В общем, это все страшно, поэтому уже собирают деньги на арку Победы, уже массу проспектов выпустили в Кау Победы. Теперь далее. Да. Говорили, что... Да. Теперь прошу вас о проблемах города. Петербургский дневник 335-00 звонит. Бесплатно они помогают в какой-то степени. 335-00. И завтра, 1 июня, в садике Чернышевского за октябрьским залом будут собираться дети войны, тем, кому дума склонила все льготы. Это дети, которые во время войны находились под немцами в оккупации. И прошу, кто может приходить в 2 часа завтра в садике. А сегодня в 6 часов гостином у вас. Спасибо. Я предоставлю слово представителя общественного движения защиты и исторического центра Китрова Андрея Альбертовича. Да, во-первых, добрый день. Большое спасибо организаторам, что они нас пригласили на ваши мероприятия. Мы живем в историческом центре города Санкт-Петербурга. Поэтому у нас, все говорят, одни проблемы, у вас другие проблемы. Но мы отслеживаем то, что происходит вообще в градостроительном поле в городе Санкт-Петербурга. Поэтому у нас точно так же болит сердце за парк Малиновка, как болит сердце за наш исторический центр. Я являюсь членом Совета Регионального общественного движения защиты из-за территории. Соферная Санкт-Петербурга. Да, санкт-Петербург. Как маленькая пауза транспорт пишет. Продолжение следует...